Привет! Сегодня расскажу, что я думаю о французах, именно о французских мужчинах. Какие они, как они к женщинам относятся, как они выглядят, что они любят, чем они от наших русских мужчин отличаются. Я живу во Франции уже больше 10 лет, поэтому всё из первых рук. Давайте со внешности начнём. Мы как привыкли представлять себе французского мужчину. Это такой а-ля Д'Артаньян, да, с таким вытянутым лицом. С усами почему-то обязательно, такой романтический, галантный. Это образ очень-очень устаревший, его можно забыть. То, что лица скорее вытянутые, чем широкие, это верно, это очень даже верно. Типаж лица приблизительно такой. Вообще редко встречаются какие-нибудь круглые носы, круглые щёки, вообще вот таких вот круглых физиономий нету практически. Также они стройные, как правило, но толстых не то, что редко, почти нету. Я думаю, что это очень сильно связано с тем, как они едят. Вот во Франции культура еды, это прям вот на уровне культа. Это целое искусство. Ну, об этом можно отдельный видос снять, я сейчас не буду заостряться. Но я просто скажу, что здесь, во Франции, совершенно нету такого понятия наесться, объесться. Никогда такая цель не ставится. Вот я пришёл на вечеринку, я должен тут наесться от пуза. Они к еде относятся действительно культово. Когда речь идёт о еде, их интересует исключительно только качество еды. Качество. Количество их не интересует вообще в принципе. Если даже им блюдо очень-очень-очень понравилось. Например, всем французам очень нравятся пельмени наши русские. Я ещё пока что ни одного исключения не знаю. Все просят добавки. Но знаете, как они просят добавку? Они говорят, можно ещё, пожалуйста, три пельмешка. Вот такие у них добавки, понимаете? И это уже с детства. Это не насилие над собой. Это вот так в культуре. К нам даже дети маленькие приходят. Вот к Филюшке в гости, например. Тоже ребёнок, он, то, что касается еды, он как взрослый абсолютно отвечает. Да, спасибо, мне очень понравилось, очень вкусное блюдо. Предлагаешь добавки. Да, я бы с удовольствием съел ещё. Пожалуйста, немножко, одну ложечку. Вот так. Дети, это совершенно они не делают над собой никакой насилии. У них это просто не принято, они к этому не приучены. У них нет этого понятия. Налетать здесь много вкусного? Нет. Совершенно. Они даже не понимают, в чём смысл всего этого. Ну, это так, лирическое отступление. Но просто когда говоришь о французах, об этом невозможно не сказать. Потому что это настолько часть любого француза, что не обойдёшь. Ну, а насчёт высокие, низкие, разные встречаются. Я думаю, в среднем рост такой же, как и в России. Может быть, даже повыше в среднем. Но по сравнению, например, с немцами, ниже в среднем. Средний француз ниже, чем средний. Мы это заметили. Когда мы жили в Германии, у моего мужа он не очень высокого роста. Всегда была проблема выбрать себе брюки. Потому что в Германии очень крупные размеры для мужчин. Только переехали во Францию, сразу проблема отпала. Заходишь в первый попавшийся магазин, и уже сразу не то, что можно найти, а прям выбор. То, что касается такой галантности, вежливости. У меня, кстати, об этом есть отдельное видео, можете посмотреть. Но, так скажу, что в целом нация очень вежливая. Однако, у нас не всегда одни и те же понятия о том, что галантно, то, что вежливо. Вообще, такие слова галантные, романтичные, они ужасно устаревшие. Это не комплименты, это ни в коем случае мужчинам нельзя говорить. Это вообще выглядит... Ну, ладно. Я немножко лирическое такое отступление сделаю. Мы, русские люди, ну, наверное, все так устроены, любим по своим меркам вот так вот сразу с плеча рубить. Какой же это галантный француз, если он передо мной даже дверь не открыл, и женщину вперед не пропустил. Дело в том, что сейчас, то, что касается уважительного отношения к женщине, очень сильно вот эти все мерки изменились. Это европейские ценности. Просто не принято женщинам вот эти знаки внимания показывать. Вообще, ты можешь даже очень серьезно нарваться. Если она очень сильная феминистка, это чревато. То есть ты ее можешь этим даже оскорбить. Ну, конечно, может быть, все это не до такой степени ужасно, но просто даю понять, что это не мерка вежливости, если мужчина пропускает или не пропускает женщину вперед. А уж руку вообще никто не подает при выходе из транспорта. Такими мерками, если будем сразу мерить, то можно сразу на всех французах крест поставить и возвращаться домой с плохим настроением. Нет, старайтесь всегда с человеком разговориться на самые разные темы. Можно понять, как он рассуждает, как он размышляет. В общем, и в целом французы очень вежливые, очень обходительные к женщинам, относятся с большим уважением, женским желанием угождают всячески. Женщин ценят. Причем мужчины, они не стесняются никакой домашней работы. Они плясосят, они готовят, они посуду моют. Ну, как правило, у всех машинки. Но я имею в виду, что теоретически это никого не смущает, что мужчина возьмет, принесет поднос с пирогом. Уборка, какие-то хозяйственные дела, это абсолютно на равных. Ну, может быть, конечно, женщины этим больше занимаются, но факт тот, что в этом нет никакого такого строгого табу разделения ролей. Нет его. Здесь эмансипация женщин прошла еще... Первая волна была как раз 60-70-е годы. Это была очень сильная волна. Я тех женщин понимаю. На самом деле они были шутко угнетенные. Я была в шоке, когда я узнала, что до 75-го года, это, в общем-то, год моего рождения, то есть, казалось бы, не так уж давно, женщина во Франции не имела права даже проголосовать на выборах. То есть, она имела только право, если она придет и в присутствии мужа поставит свою роспись. Если она придет без мужа, она уже не имеет права проголосовать. Если женщина не замужем, так она вообще просто не имела права голоса. В то время, как у нас уже в 17-м году все женщины это право получили абсолютно наравне с мужчинами. Разницы не было. Во все эти народные депутаты, комиссары и все такое прочее выбирали и женщины, и мужчины. Все давали свой голос. Женщины на трактора садились и так далее. А во Франции вот эта роль женщины как домохозяйки, она очень долго затянулась. И, конечно, движение было очень-очень-очень сильным. Там женщины, целое поколение женщин просто отказывалось кормить грудью, например. Детей отказывалось родить ребенка естественным путем, только через кесарево сечение. Почему? Потому что они хотели сохранить свой образ, не превращаться в такую вот женщину-мамашку, которая только для того, чтобы ты тут сиди детей рожай, а вот я настоящий мужчина, буду серьезными делами заниматься. То есть вот эта эмансипация, она уже прошла. Тут все давно раскрепостились, женщины очень свободные, очень раскрепощенные, и мужчины, соответственно, к ним относятся. Они очень-очень уважительно, много комплиментов делают, много внимания уделяют. Никто никогда не скажет, «Ты женщина, ты молчи!» Ну, это такое, ну, просто-просто немыслимо. Или там, «Ты баба, я мужик!» Это просто полный нонсенс. Если мужчина скажет что-нибудь такое авторитарное, типа, «Так мужик я или нет?» «Что тут в квартире хозяин?» И это звучит, ну, абсолютно, как такое дремучее-дремучее средневековье. Я не знаю, я вспоминаю, как в Германии мы были, моя кузина пригласила таджика в гости. Он прямо с такой гордостью рассказывал, что, конечно, мы, мужчины, сидим за столом, женщина нам приносит блюда и нас обслуживает. Мы когда поедим, она за нами всё уберёт, унесёт, всё помоет, а потом одна там в уголке что-то там покушает. Для французов вот всякие такие авторитарные «Я мужик или кто?» А они звучат вот приблизительно так, как, ну, что-то уже такое совсем отжившее, что-то уже такое совсем дремучее, ну, что-то просто... Такой мужчина ни у кого не вызовет никогда никакого уважения. Наоборот, дикарь, который лапсями щи хлебает. Ну, опять я слишком увлеклась, но, опять же, это до такой степени часть жизни, что не сказать об этом невозможно. Соответственно, как я считаю, вот такой образ классической женщины а-ля Бриджит Бордо, я не знаю, он тоже уходит куда-то на задний план. И, как мне кажется, по некоторым ситуациям, что мужчины французские, они в какой-то степени даже стасковались вот по такой классической женственности. Потому что когда, ну, я не знаю, просто приходишь на работу, одет в женственном стиле и ведешь себя мягко, это вызывает такой восторг, это воспринимается до такой степени на ура. То есть это уходит из жизни, а, в принципе, это такая... Ну, может быть, это что-то из вечных ценностей, которые утрачиваются. И мужчины это любят. Мужчины любят вот такую классическую женственность, как я посмотрю. Женщины во Франции, я сказала, что они очень свободные и очень раскрепощенные, но, с другой стороны, они очень закомплексованные. Сейчас поясню, что я хочу сказать. Они как-то очень много говорят о том, чтобы их не притесняли. Они как-то постоянно с оглядкой, постоянно боятся, что ты их обидишь, постоянно хотят услышать или не хотят, или вот как-то придираются к словам «вдруг ты хотел их обидеть» или «вдруг они что-то там подумают». Я приведу пример такой. На работе у нас была ситуация. Мы остались обсудить с парой коллег кое-что. Я была одна женщина в коллективе, и мы там втроем-вчетвером остались на совещалку. Тут я говорю, «Слушайте, давайте я сейчас принесу кофе». Этот кофе мне даже варить не надо было. У нас на работе, в кухне, все время стоит огромный термос с кофе. Просто подходи и в любой момент нажми на кнопочку и налей себе кружечку кофе. Я взяла 4 кружечки, налила просто так и на подносе принесла. Что там было? Ох и ах! Это воспринялось с таким диким восторгом. Французская женщина на такой шаг просто, теоретически, не способна. Она сразу подумает, «Ой, они сочтут, что я такая секретарша, которая им теперь будет кофе подносить и варить». Они боятся что-то такое сделать. Если бы это сделал мужчина, это было бы нормально. Если женщина вдруг взяла и мужчина принесла кофе, это вот полный нонсенс. И на меня смотрели, как на какую-то героиню, которая не побоялась. Такая вот, ну, Жанна Д'Арк. Ну, а мне было просто приятно. Если бы там и женщины были в этом коллективе, я бы точно так же это предложила. Если бы у меня не было желания там услужить мужчинам, и что-то там по старинке им понравится. Ну, такой маленький эпизод. Я ещё расскажу, что другие думают. Вообще, я уже давно во Франции, поэтому я уже даже не помню, как я вначале относилась к французам. Это так давно. Стиль жизни, он всё-таки меняется. Когда подруги из России приезжают и какие-то свои замечания делают по поводу французов, мне это удивительно и интересно бывает. Например, одна подружка очень хорошая приехала из Москвы в гости. Так, пошла здесь, посмотрела. Несколько дней по сторонам критическим взглядом и говорит мне, Надя, французские мужчины, конечно, очень красивые, но вот стержня нет. Так ей показалось, что они выглядят так, как будто какой-то слабый, мягкий образ. И действительно, вот этого вот такого мужского, строгого, мощного тут не встречается. Это в чём-то правда. Мягкие мужчины, да. Но если мужчина хочет проявить авторитет, он выражает своё мнение. Тем не менее, он не забитый, он пытается это какими-то словами донести. Всё равно стоит на своей точке зрения, но без всяких таких стучаний кулаком под столом. Приезжала кузина моего мужа в гости. Ой, ну так вообще, что она говорит? Она вообще немка. В 17 лет уехала в Америку и там ещё лет 20 прошила. То есть она такая немка-американка. А она когда приехала во Францию, это был её первый раз во Франции, она просто говорит, я не могу. Я французов как мужчин вообще не воспринимаю. У них до такой степени вот такой полуженский образ. Для меня они какие-то непонятные, аморфные, гибкие, хлипкие. Чего она о них только не говорила. В общем, всякие такие эпитеты полуженские к ним применяла. И говорит, а особенно когда начинаешь слушать французскую речь в исполнении мужчины, то это просто, говорит, смех в зале. Говорит, французская речь очень красивая, когда говорит женщина. Она говорит, это женский язык. А когда начинает говорить мужчина, ну мне сразу кажется, что он какой-то вот другой ориентации. Говорит, в Америке знаете, какие мужчины? Там все-таки крупные лица, квадратные. Вот такой очень-очень ярко выраженный мужской типаж. Она говорит, а во Франции, ну, худенькие, ну, хрупкие, ну, легкие, ну, мягкие. Ну, говорит, ну, вообще непонятно, что за птицы. В общем, такие разные мнения существуют. Решать всегда самому, кто тебе нравится, кто не нравится. Я ни к кому не отношусь, ни со вслуждением, не ставлю в пример, вот надо быть такими, а не такими. Во всем есть свои плюсы, минцы. Но в этом-то и прелесть нашей жизни, что мы все вот такие немного разные. И всегда бывает очень интересно именно понять, почему, как другие устроены. Поэтому немножко мы сегодня так посплетничали про французских мужчин. Если что-то интересное, пишите в комментах, вопросы задавайте с удовольствием, их почитаю, отвечу. Следите за новыми видосиками аналогичным. Так что подписываемся, подписываемся. И чау-чау. До новых встреч. До новых встреч.